Близкий родственник редьки, репы и капусты. Характерный вкус ему придает пикантное горчичное масло, а клетчатка, которой богат корнеплод, стимулирует пищеварение. И выводит из организма вредный холестерин. Из краснощекого чудо-овоща можно приготовить весенний салат. Добавленный в него укроп, зеленый лук, кориандр, рукола или листовая горчица внесут пряные нотки. Сегодня тема нашей программы – редис и зеленые культуры. На дворе весна. И после долгой затяжной зимы очень хочется уже свежей зелени, сочного редиса, своих свежих настоящих живых витаминов, которые можно вырастить не только у себя на грядке овощной, но и даже в домашних условиях. Какие для этого подобрать сорта, какие подобрать культуры. Мы сегодня вам об этом расскажем. Диана Янаева – кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник отдела селекции и семеноводства Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства, ведущий селекционер агрофирмы «Поиск» по редису и зеленым культурам. Что стоит выбрать? Конечно же, стоит отдача предпочтений скороспелым культурам, таким как редис, шпинат и листовые салаты. Индау, двурядник – это та же самая популярная рукола, которая продается в наших магазинах, она холодостойкая. Всевозможные виды горчицы, можно подсеять лук-батун, можно подсеять кориандр. Это те культуры, которые в течение месяца могут дать свою ароматную витаминную зелень. Редис можно уже приступать сеять, когда в теплице будет температура днем держаться в районе 16-18 градусов. Так вы получите первые всходы уже на 3-5 сутки. А в дальнейшем, если температура будет держаться в теплице в районе 20 градусов или даже ниже, это будет самое лучшее условие, чтобы редис развился с маленькой листовой розеткой. Корнеплод крупный, корнеплод будет сочный. Чтобы урожай вас порадовал, чтобы корнеплоды были красивые, полные, без пустот, слабоострые, а иногда даже без горечи мякоти. Я сейчас вам расскажу, какие сорта для этого стоит посеять. Изумительным сортом самого первого урожая будет вот такой редис – Аврора. Аврора дает первые корнеплоды уже на 17-20 день. Корнеплоды достаточно крупные, но при этом они сочные и практически мякоть не обладает горечью. Есть такая особенность у редиса, что горечь будет проявляться тем сильнее, если будет меньше полив. То есть для того, чтобы вырос хороший редис, он любит влагу. Поэтому не забывайте своевременно поливать и поддерживать грядку во влажном состоянии. Аврора – она холодостойкая, вне зависимости от того, даже есть солнышко яркое или оно под тучами спряталось, редис будет расти, наливать корнеплод и давать свой урожай. Но урожайность одного квадратного метра не сильно большая, она где-то в районе всего лишь двух-двух с половиной килограмм. А вот если вы хотите реально чемпионский урожай редиса, то вам сорт Меркада нужен. Меркада по-настоящему чемпион по урожайности. И при этом он готов дарить свои шикарные урожаи не только весной, но и весь дачный сезон. Он сочный, он без пустот, абсолютно белая мякоть-сердцевинка. И при этом этот редис замечательен тем, что он так же, как и Аврора, стрессоустойчив. Еще один классный редис – это кармелита. Очень приличная урожайность. То есть до 5 килограмм с квадратного метра смело можно вырастить. И он будет прекрасно расти и как в теплице сейчас весной, так и в мае в открытом грунте. И осенью его, если подсеять, вы тоже будете своими свежими живыми витаминами. Удивительный сорт – это сорт Октава. Этот редис дольше наливается по сравнению с красноокрашенными. То есть если и кармелита, и Меркада дадут урожай на 25-27 сутки, здесь надо подождать еще неделю. Но корнеплоды вырастают крупные, абсолютно плотные. При вкусу мякоти у него маслянистый и без горечи. И что еще замечательно, подходит как и деткам-аллергикам, так и взрослым людям. Потому что этот редис гипоаллергенный. В нем хорошее содержание клетчатки. Если мы сеем, например, с конца июля, или даже в конце августа посеем этот редис, то он вырастает. Можно даже его на грядке подержать почти до двух месяцев в осенний период. Вырастают редиски крупные в диаметре 7-8 см. И он может храниться без потери вкусовых качеств в холодильнике до двух месяцев. Разработки ведутся и в том направлении, что редис можно было вырастить у себя дома. И хорошей палочкой-выручалочкой появляется гибрид Прометей. Он специально разработан для того, чтобы его выращивать в домашних условиях. Он растет в весенний-летний период на подоконнике, на ярко освещенной стороне, на балконе, без досветки. Также примерно за месяц от всходов можно получить корнеплоды. У этого редиса съедованы не только корнеплоды, но и сама листва. Его можно добавить и свежие салаты, можно украсить бутерброд, можно добавить смузи. Самый интересный факт, что в ботве содержится витамин в три раза больше, чем в самом корнеплоде. Добавим красок в наши грядки и посеем разноцветные листовые салаты. Почему именно ранней весной до высадки основной культуры надо сеять листовые салаты? Потому что у них срок вегетации короткий и похож со сроком вегетации, как у редиса. Примерно за месяц, а то и раньше, можно приступить к потреблению таких салатов. Например, есть листовые салаты с повышенным содержанием витаминов и антоциана. Это гранатовые кружева. Если, например, вы решите вырастить в домашних условиях, то он не будет такой насыщенной красной окраски, потому что ему будет не хватать света. Но в теплителе, в открытом грунте он вырастет именно таким. Если вы рассадите каждое семечко на расстоянии 20 см друг от друга, вырастает вот такое полноценное растение массой в районе 150-200 г. Листья у салата «Восторг». Он, конечно, более познеспелый по сравнению с другими. То есть где-то за 40-45 дней сформируется вот такая мощная листовая розетка. Но уже на 30-й день смело можно его употреблять. Это прекрасные темные зеленые листья, полные витаминов и микроэлементов, которые как раз весной дают необходимую порцию витаминов каждому человеку от мала до велика. Это хороший, прекрасный диетический продукт. И можно выращивать его не только в теплице, но и в открытом грунте весь дачный сезон. Примерно такого же плана есть и другие салаты. Это будет у нас особенный. Сейчас я вам расскажу про салат «Успех» и про салат «Задор». В любых условиях будет вот такой шикарный урожай. Замечательный салат из серии «Декоративный огород». И вот этот салат, который образует вот такие плотные шапочки, сильных таких закрученных листьев, они имеют невероятный ореховый привкус. В теплицах можно посеять достаточно редко встречающиеся культуры, такие как горчица. Горчица есть с сильно рассеченным листом, такая вот называется майлин. Есть ядреная горчица, у нее более такой целый лист. Он вырастает практически без каких-либо специальных уходных работ. Через 2-3 недели первое растение с приятной горчинкой. Многие из нас полюбили рукколу. Руккола встречается практически во всех магазинах. Ее смело можно вырастить. Как в домашних условиях, весной и летом на солнечной стране. И, конечно же, мы обязаны ее усевать у себя на участке. Рукколу такое название на пакете редко встретим. На самом деле, это больше народное такое название. А в биологическом, в ботаническом плане эту культуру правильнее называть культура индау. Или культура двурядник. На что я хотела обратить внимание. Вот, например, индау. Индау, у нее вот такой более округлые лопасти листа. А у двурядника они более узкие и сильно рассеченные. Все они имеют вот этот пикантный острый привкус. В теплице также можно посадить лук на зелень. Можно посеять непосредственно лук на перо. Называется такая культура лук-батун. И у него будет перо зелени тоненькое, нежное, достаточно ароматное. Чтобы снять хороший урожай, надо, конечно, подождать более месяца. Где-то в районе 50-60 дней. Задачный сезон. Можно где-то сделать до 6-8 посевов лука-батуна. И вы всегда будете с этой прекрасной, очень полезной витаминой зеленью, которая обладает прекрасными фитонцидными свойствами. А время теперь посеять в своей теплице основные эти культуры. Настало время брать тяпки в руки и идти на встречу своим витаминам. Делаем грядки для салата. Ну, конечно же, редисы других зеленых культур, которые у нас можно вырастить весной в теплице. Рядки должны быть неглубокие. Тяпкой делаем здесь у нас в теплице. Буквально только намечаем по поверхности. Вообще и для зелени, и для редисы грунт должен быть рыхлым, влагоемким и нейтральной, либо слабой кислой реакцией по кислотности. Сильно кислому грунту, даже около 5 единиц pH, и редис, и зелень будут крайне плохо расти. Приступаем к посевам. Чем мельче семена, тем меньше должна быть глубина их заделки. Семен буквально стараемся тоже на расстоянии 3-5 сантиметров. Семена разложили, обязательно прикрыли грунтом и прихлопали. Чем будет плотнее соприкасаться почва с семенем, тем быстрее будет прорастаться вот этот первый корешок, и появятся первые всходы. Но если вы сеете и чувствуете, когда прихлопываете, что вот у меня земля остается, у вас не остается, что суховато, смело поливаем теплой, отстоянной водой из лейки с рассеивателем. Такой способ, конечно, помогает быстро сделать посев, но это не совсем продуктивно. Теплицы зачастую маленькие, 3 на 6. Хотелось бы как можно больше, эффективнее посадить. И мы здесь можем сэкономить здорово площадь именно на посеве редиса. Для этого можем взять простую картонную кассету из-под яиц. Кассета из-под яиц поможет нам посеять не только редис, можно посеять и редьку, можно посеять и дайкон, но уже в дальнейшем в открытом грунте. Расстояние между вот этими отверстиями 5 сантиметров. И когда мы будем сеять, так будет получаться, что каждый сантиметр по нашей грядке будет задействован для дальнейшего именно выращивания редиса. Прикладываем и хорошенько прижимаем. Убрали кассету. И что мы видим? У нас появились в грядке дырочки на одинаковом расстоянии. И в каждой из них будем сеять по одному семени. У нас будет каждый сантиметр на нашей грядке использован с толком. Вот я аккуратненько закрываю. И также прихлопываю. Желаю вам вкусных, богатых урожаев редиса, салата и другой зелени. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин